Ну что же, сохраним все это и попробуем запустить наш бизнес-процесс. Запустим по той же самой цепочке от сотрудника к руководителю и ко мне потом как к бухгалтеру. Так, ушел на утверждение к руководителю, к Диане. Под Дианой у нас уведомления. Ага, новая заявка на согласование. В живой ленте наш бизнес-процесс с описанием и суммой. Отклоним. К насти вернулся наш процесс на надоработку. Ушел обратно к руководителю. Теперь пошел процесс к бухгалтеру. Роль бухгалтера исполняю все еще я. Давайте попробуем отклонить. Посмотрим, как у нас связывалась цепочка. Вот. Процесс обратно пошел к Ренате, так как и задумано. Рената видит, что бухгалтер у нас прокомментировал, что много. Снова приступает к доработке. В общем-то, все работает так, как нам надо. Давайте теперь уже одобрим всеми и завершим наш бизнес-процесс. В итоге заявка одобрена. Давайте посмотрим на лог бизнес-процесса. У нас такая длинная получилась простыня, по которой можно отследить все, что требовалось. И мы видим, что бизнес-процесс работает.